Надо не стесняться задавать любые вопросы. Да, да, а я отвечаю на любые вопросы. Я серьезно. Я же занимаюсь. В общем, есть еще один очень... Я не стесняюсь отвечать на любые вопросы. А, да, если вы задаете, значит, готовьте, будьте готовы услышать ответ. И, наверное, еще один частый вопрос, который задают вообще, не знаю, все владельцы каждому врачу каждый день, это каков прогноз? Ну, я надеюсь, Владимир Валерьевич поможет нам на него ответить. Поприветствую. Да, я какой-то странный микрофон. Можете тот выключить? А? Нет, вы говорите, тот, который взяли, если хотите, а тот... Да, я буду ходить туда-сюда, что-то говорить. Вот. Значит, какой прогноз? Какой-какой? Непонятно, какой. Вот, ну, конечно, это все шутки. Теперь перейдем к нашему, к реальности. Так, значит, все владельцы спрашивают, какой прогноз. Больше они ничего не могут спросить, потому что они, в принципе, больше не знают, какие вопросы задать. Поэтому, что их, в принципе, интересует в этой жизни, будет ли их собачка, кошка или там их питомец жить? Вот. Поэтому, собственно говоря, они задают этот вопрос. Ну, чтобы быть не голословным, да, вот я вам просто пару примеров писем, которые ко мне приходят постоянно, по многому в день. Ну, вот, причем очень большинство не присылают никаких сведений. То есть, в буквальном смысле получается так. У меня есть кошка, ее зовут Мурка. Как вы думаете, она будет жить? Вот, и это так, чуть-чуть утрировано, но приблизительно вот так это и происходит. То есть, никакая кошка. Нехорошо, что хотя бы сообщили, что кошка. Потому что иногда даже не сообщают, что у них кошка. Вот. Мой Мурзик, понятно, что кошка, а если какое-то имя непонятное, да, то есть, у которого, может быть, и у собаки, и у кошки, даже непонятно, о ком идет речь. Вот. Ну, вот, например, такой типичный вопрос у собаки, русский терьер, срождение какие-то проблемы с ногами, да. Подскажите, то есть, скажите, какие последствия могут собаку ожидать в дальнейшем. То есть, первый раз спросили, какой прогноз. Дальше мы стоим перед срозным решением усыплять или нет. Срадает ли она от болей? Какую операцию реально сделать? Какие цены? Какой будет результат? Какие ваши рекомендации? Вот, вот, все вопросы в одном письме. При минимальном количестве сведений. Ну, еще такой тоже вариант, вот, фотографии и снимков. То есть, почему-то владельцы думают, что фотография монитора, это и есть рентгеновский снимок. Я пишу, это не рентгеновский снимок, это монитор фирмы Dell. Вот. То есть, или скриншоты со своих телефонов. То есть, они реально думают, что вот это изображение, скриншот на их телефоне, это является рентгеновский снимок. Что такое DECOM формат, им неведомо. Ну, короче, они присылают вот это, то, что они думают, что это рентгеновский снимок, а не фотография монитора или какого-нибудь компьютера. И обычно делают так. Владимир, это снимки из другой клиники, на втором снимке рентгеновской полости делали через пластиковую бутылку. Кошке 13 лет, диабетик, какие прогнозы есть? Вот. То есть, это вот типичные письма от владельцев. Какие прогнозы? Чего? Какая кошка? Что с ней происходит? Какие клинические симптомы? Ничего. Но вопрос, какой прогноз задают все. При этом ничего не зная о том, что такое на самом деле медицинский прогноз. На самом деле, медицина очень точная наука. Ее делают неточной тот, кто не имеет никаких знаний. Вот, то есть, я когда бегал по вызовам, мы так всегда говорили, вызова, а тогда меня спрашивают, Владимир Иванович, а какой прогноз? А я что-то придумывал, да, потому что я понятия не имел, что такое диагноз, я понятия не имел, как его вообще поставить, и говорил просто, что мне вбрело на ум. Ну, вот, один из моих пациентов, ну, или клиентов, можно так сказать еще даже, да, научил меня никогда не говорить просто так, не ляпать языком какую-то ерунду. Ну, собака, спинель, разрезал ей там вышную полость по какой-то причине, увидел желтую печень и сказал в отделе, что, не, ваша собака не нужна жилец. Потом, когда собаке было там 12, 13, 14, 15 лет уже, ну, то есть, вот, в течение 10 лет там, по крайней мере, еще они ко мне приходили и говорили, Владимир Иванович, а мы все живы. Вот, поэтому ляпать языком просто так, просто вот, ну, я ляпну языком, а вдруг угадаю. Это самый плохой вариант, который вообще может быть. Вот, поэтому прогноз надо, во-первых, знать, что это такое, а во-вторых, собственно говоря, его уметь составлять. Вот, потому что это четкое математическое действие, которое состоит из сложения и умножения. То есть, 1 плюс 1 умножить, вот и все, на лечение. То есть, состояние пациента прибавить к, собственно говоря, к диагнозу, а потом умножить на метод лечения. И если ваше лечение 0, то и получите, что вы получите вы 0. Это очень важный момент, прям кардинальный. Вот, поэтому, если вы хотите ляпнуть что-то языком, подумайте сначала, с чего вы вообще бы это взяли, откуда вы вообще эту информацию получили. Вот. Вообще, на, конечно, чтобы понять, что с пациентом надо много времени. К сожалению, если 30-40 пациентов в день, врач просто не в состоянии обдумать, да, и получаются вот такие липовые предсказания. Вот. Это, ну, это очень важный момент. Дальше. Надо понимать, что результаты лечения, они меняются со временем. Вот. То есть, мы берем статистику, берем то, что было до нас, в нашем прошлом, грубо говоря, да, и интерпретируем его вперед, да. Так, ну, вот, надо помнить о том, что методы лечения меняются, и вот это умножение становится уже не на 0, а на 1, на 2, или на 3, или еще она больше. И, в результате, вы получаете гораздо большую цифру. То есть, чем эффективнее на то, что вы умножаете, тем больше, тем лучше вы получаете результат. Ну, например, если собака родилась в 20 веке с опухолю головного мозга в Санкт-Петербурге, ну, вообще в этой стране, то выжить у нее было 0%. Сейчас 80%. То есть, все поменялось. Вот. Любой прогноз составляется, исходя из точных, четких данных. Чем четче данные, тем лучше. Вот. Поэтому, то, что спрашивает владелец, и то, что вы отвечать ему должны, это две большие разницы. Вы можете потратить время на разъяснение владельцу, что такое медицинский прогноз, и тогда, возможно, вы в его лице получите человека, который будет вам помогать в лечении вашего пациента, а не мешать. Вот. Значит, что же такое, собственно говоря, медицинский прогноз, из чего он складывается, и как его сделать? Прогноз болезни – это врачебное предсказание дальнейшего течения и исхода болезни. На каких основаниях оно делается? Первое. Это на основании четкого диагноза. Дальше. На статистических данных о той болезни, которая, собственно говоря, перед вами. Дальше. Оценка общего состояния больного и предположительных результатов лечения. В зависимости от того, какое лечение вы будете делать, такой результат вы и получите, как я уже говорил. Вот из этих четких, вот все эти вещи вы должны четко для себя уразуметь. Как только вы их уразумели, начинаем создавлять прогноз. Если вы не поставите диагноз, ни о каком прогнозе речи не идет. То есть в этом уравнении должны быть все известные. То есть если хотя бы одна из них – Х, то вы не можете получить результат никакой. Вот. Поэтому ставим диагноз. После постановки диагноза вы можете начинать какое-то лечение. Пока вы этого не сделали, это бессмысленно вообще. То есть все ваши действия, любое ваше действие, хоть что вы там, хоть на ушах стоите, на левой ножке попрыгаете, на правой ножке попрыгаете, какую-нибудь ерунду увидите, не важно. Они будут одинаково бессмысленны. Ну и помните, что симптомов меньше. То есть не путайте симптом и диагноз. Владельцы часто это путают, потому что они не понимают, что хромота – это симптом. Разрыв передней пистовидной связки или вверх тазобедренного сустава – это уже будет диагноз. Вот. Дальше. Важны статистические данные о болезни. Но опять же, пока вы не поставили диагноз, вы не можете узнать статистику никакую, потому что просто ее не существует. На «это». А они обычно говорят, «А это лечится?» А что «это то?» Вот. Потому что люди не понимают, что должен быть диагноз. А врачи, они тем отличаются от «не врачей», что врачи ставят диагнозы. Вот. Поэтому без этого не получится ничего. Дальше. Очень важно состояние больного. Прямо крайне важно. С этим тоже постоянная проблема. Написали письмо. Вот вы видели два письма. Что? Бла-бла-бла. Я им говорю, «Надо пациента». А они пишут, «А мы вам заплатим». А я им отвечаю, «А как деньги изменят ситуацию, что мне надо видеть пациента?» Как? То есть каким образом? Вот вы заплатите мне. То есть люди думают, то есть это их самое большое заблуждение, они думают, что врач будет лечить лучше, если они заплатят. То есть это самое большое заблуждение у людей, которое только существует. При том, что если бы деньгами можно было проблему решить, то Стив Джобс был бы до сих пор жив, наверное, да? То есть он был миллиардер, но он умрет точно так же, как и все. И великие мира сего умирают точно так же. Поэтому деньгами нельзя решить проблему осмотра пациента. Вот и все. То есть приутаскивают МРТ, у кошки опухоль головного мозга. Я говорю, «Да, можно удалить опухоль головного мозга». Хорошо. «Давайте мы запишемся на операцию, бла-бла-бла». Я говорю, «Кошка где?» «Она дома, вы же МРТ посмотрели». Я говорю, «Так, мне нужна кошка, чтобы именно этой кошке можно ли, вас же интересует, можно ли именно этой кошке удалить, а не какой-то вообще кошке?» То есть можно удалить любую опухоль головного мозга в любом месте. Но можно ли удалить именно у этой кошки? Надо посмотреть кошку. Это очень важный момент. Ну, еще есть такие статьи, для того, чтобы оценить состояние пациента, существуют разные шкалы. Я стараюсь не пользоваться этими шкалами, а лечить пациента конкретно этого. То есть, просто как пример, один из многих примеров, когда шкала, естественно, важный вопрос, а как оценить состояние пациента? И тут начинают использовать шкалы. думая, что я сейчас посчитаю баллы, и там будет понятно, умрет она или нет. Ну вот, если посмотреть на эту кошку, она не в наркозе, но она синтубирована, она интубирована, и не может даже, не может, даже рефлекс кашлевого, и нет. Вот. Зрачки разные и так далее, и так далее. То есть, если мы посмотрим по вот этой шкале глазга, то у нее, короче, она должна умереть. Но очень важен, важен, то есть, не только состояние, но и диагноз, что с этой кошкой такое. У нее оказалась черепно-мозговая травма, вот кровоизлияние в этой зоне, ну а так как зона отвечает за возбуждение головного мозга, вот она такая и была. Ну, плюс кровь в, собственно говоря, в ухе. Ну и что дальше? А дальше вот прошло там неделя, и у нас получилась вот такая кошка. Кровь рассосалась, и кошка не умерла. Это очень важный момент. Медики на самом деле с этим тоже борются, потому что понаписали разных шкал, и начинают по этим шкалам оценивать состояние, и если балл большой, отправлять на тот свет пациента. В одной из медицинских книжек я вот нашел такую, собственно говоря, ремарку, как раз при оценке состояния, что еще раз подчеркнем, что шкалы прогноза не предназначены для того, чтобы предсказать смерть отдельного пациента. Вот. Для чего нужны шкалы? Они нужны для того, чтобы пациентов отсортировать, кого нужно сейчас лечить, а кто сам поправится. Вот и все. Это очень важный момент. Дальше. Методы лечения. Где мы будем брать методы лечения? Методы лечения мы будем брать из научных статей. Если вы знаете диагноз, а если вы владелец, и вам врач, собственно говоря, что он должен был сделать, сказал этот диагноз, то вы можете найти методы лечения и без врача. Потому что если он сказал точный диагноз и он сказал его еще на английском языке, то не проблема найти методы лечения. В научных статьях научные статьи надо уметь читать, и это проблема. Она самая большая, и в ней как раз строится камень забыт. То есть вы должны научиться оценивать научные статьи. Чем отличается научная статья от не научной статьи, а от рекламы и вот всякой ерунды. Чем? Тем, что там, во-первых, вы знаете этих ученых, вы знаете, если вы невролог, то Наташу Олби вы знаете. Потому что если вы не невролог, вы Наташу Олби не знаете. А если вы невролог, вы, понятно, знаете практически вот всех, кто здесь написан. Потому что вы читали их статьи, да, до этого там Лаковского, вы слышали их выступления. То есть вы знаете этих людей, вы знаете, что это профессор, неврологии. Вы знаете, чем он занимается. Потому что вы на каком-нибудь конгрессе с ним уже разговаривали. Да, или там Дебеккер, или там все остальные. Или там все, кто здесь написан, да, то есть так иначе ты с ними где-то пересекался. поэтому поэтому ты их точно знаешь, что это ветеринарные ученые, да, они преподают, да, они ветеринарные врачи. Вот, первое. Второе. В любой статье написан конфликт интересов. да, то есть сейчас любая статья, то есть ты понимаешь, что эти люди написали эту статью с целью научная. И там написано конфликт интересов, что мы ничего не продаем, моя жена не работает в этой конторе, которая это продает, ну, вы понимаете, что этой статье можно верить. Да, ну, если возьмем тот же самый дурацкий демоид, с которым еще никак не удается справиться, да, потому что глупость она безгранична, поэтому ну, расправиться с этим невозможно, но, если ты посмотришь, кто написал, то кажется, что это биологи написали руководство по лечению для врачей. И они все связаны, собственно говоря, они его делают, они его продают. Понятно, что, ну, о чем там может идти речь. То есть сам сделал, сам продал, сам инструкцию написал, да еще и не ветеринарный врач. Но, вот, очевидно, что ни о каком научности там и речь не быть не может. То же самое происходит и с западными, да, нашими коллегами, которые, ну, там жена работает, ну, например, кардиолог, да, а у него жена продает препараты. Ну, он пишет, ну, да, я там не заинтересован, но моя жена работает. Значит, ты понимаешь, а, жена-то работает, значит, наверное, он вынужден написать, потому что, ну, потому что иначе все равно об этом все узнают. Так вот, для того, чтобы оценить методы, это достаточно сложно. Что там, то есть, любое исследование, оно имеет определенный дизайн, в котором должны быть, собственно говоря, соблюдены определенные закономерности. То есть, наличие контрольной группы, должны быть ясные критерии выбора, то есть, слипается на исходах, ну, вот, и так далее. То есть, я понимаю, что это достаточно сложно, но есть смысл в этом один раз разобраться. Вот. Дальше. Где мы берем статистику? Ну, это я уже говорил из литературы, да, то есть, есть ученые, которые разрабатывают. Ну, на примере, например, на примере болезни, компрессионных спинного мозга, то есть, мы ищем, что, если, ну, для людей, например, что, если компрессия спинного мозга более 10 лет, ну, мне проще с неврологией, потому что я там больше чего делаю, поэтому примеры оттуда. Вот. Что, например, если больше 10 лет, то вероятность восстановиться у людей меньше. То есть, мы это можем найти любую, то есть, информацию из медицины мы точно так же можем, хотя я не ветеринарный врач, но не медицинский, я могу найти эту статистику и, собственно говоря, владелец может сделать то же самое относительно своего питомца. Вот. Ну, собак, естественно, то же самое практически, чем только сорки немножечко другие. Вот. Дальше. Ну, вот, к примеру, еще статья, ну, опять же, Наташа Олбин написала, Эта Коста, вот, ну, это неврологи, да, у которых есть данные о том, что прогнозные собак, развивающие самостоятельную ходьбу без восстановления глубокой болевой чувствительности, вот он был исследован, и исследование говорит о том, что 31% собак не восстановилась глубокая болевая чувствительность, но они начали ходить с диапазоном от 9 до 28 месяцев. То есть, это все доступная информация, которую легко можно найти, если ты знаешь болезнь. То есть, инвертор, безвести, набрал, бам-бам-бам, оба статья, это самое, там написано, тын-тын-тын, прогноз. Я вот эту статью, кстати, владельцам скидываю иногда, когда они по старине говорят, ой, у нас там не появилась болевая чувствительность, что же нам делать? Я говорю, да, запейте. Уже давно уже все известно, что вероятность собака без болевой чувствительности не начнет ходить, 31% и скидываю эту статью. Вот и все. Они читают, о, да, понятно. Неврологи написали, вот отсюда мы берем, собственно говоря, статистику. Это очень важно. Вот. Также мы можем найти статистику, например, по хирургическим методам лечения, да, при болезни диска, в зависимости от того, какая степень, и в зависимости от того, как быстро пациента начали лечить. Вот. Вот. Именно способ лечения, это то, чем мы можем реально поменять судьбу пациента. То есть на его состояние мы повлиять не можем. На его диагноз мы повлиять не можем. Он у него тот, который у него есть. То есть вот у моей собаки, например, было тут недавно, 26 января, я медалил опухоль головного мозга, менингиому. У него там община с половиной лет. То есть я понимаю, что собаке 14,5 лет, и он уже умирает, у него такой отек, у него напряженная гидроцефалия, если я сегодня его не прооперирую, он погибнет. Но своими действиями я могу сохранить ему жизнь. Хотя ему 14,5 лет. Ну, и соответственно, это то, что может и должен сделать доктор для того, чтобы пациент выжил. Потому что все остальное, ну, я не могу сделать, чтобы ему было 12 лет, хотя бы даже, да? Вот ему 14 с лишним там. Но ничего с ним могу сделать. Я не могу улучшить его состояние, ну, никак. Потому что моложе он не станет. воздействовать на то, чтобы у него не было этой болезни. Я тоже не могу, потому что она у него уже есть. Вот. Вот. А что я могу сделать? Могу изменить ход событий, собственно говоря, его прооперировав. Ну, и вот, опять же, еще одно из писем, это последнее, там, 9 февраля, да? То есть, как можно лечением улучшить состояние или убить пациента? Ну, это вот, к сожалению, проблема Юга России, потому что там пока проблема с лечением наших пациентов. И вот, владелец пишет, что вот собака начала наклонять голову, ей больно, то есть, это 10. И назначают травматин гомовид, как обычно, да? И фондаретрон. Понятно. То есть, как таким лечением можно изменить ситуацию? Никак. Можно сымитировать действие, владелец будет знать, что и врач его обманул, а он точно будет знать, потому что я вам об этом точно напишу, а, ну, собственно говоря, точно это уже и написал. Дальше, они идут к другому врачу, он говорит, что мелдранат, камбилипен, бла-бла-бла, прозерин, тоже, как прозерин может пройти в центральную нервную систему, не понятно. То есть, это, большая проблема, потом они добираются до Краснодара, и там назначают дексаметазон, не зная диагноза. То есть, если мы посмотрим все эти назначения, первое назначение не влияет никак, только уменьшает кошелек владельца, и тянет, проблема в том, что тянет, собака-то болеет, а ее-то никто не лечит, а владелец-то думает, что ее лечит, то же самое во второй, и то же самое с дексаметазоном. Потом они доезжают до Ростова, делают МРТ, оказывается, дискусспондилит. То есть, ни одно из этих лечений никак не улучшало состояние, а последнее ухудшало вероятность у этого пациента выжить. То есть, травматин, гомогит, просто тянули время, тем самым не давая собаке получить адекватную помощь. Комбилипен с прозерином и всем остальным с мелдранатом тоже такая интересная штука, да, тоже адексаметазон, когда ты не даешь антибиотик, может просто отправить собаку на тот свет, потому что у нее все сгниет просто еще дальше. Вот и все. Поэтому вот пример, как лечение может ситуацию улучшить и как лечение ситуацию может ухудшить. Ну и соответственно этому пациенту лечение будет антибиотики на 2-3 недели, на 6-8 недель или полгода или еще дольше. Вот, но это про дискспондирид уже другая песня, у меня есть на канале видео, как это делать. Так вот, еще очень важный момент. Вы почему должны знать диагноз? Потому что вы должны четко понимать, что есть болезни, которые сами проходят. Почему такое большое количество в России, да и не только в России, но и во всем мире вот этих псевдопрепаратов? Ну, потому что огромное количество людей думает, что они лечат, недействиями, которые они делают. Моя мама, она меня любила, и она ставила мне банки, а она делала это не со зла, я не сомневаюсь, потому что она ко мне очень хорошо относилась, любила и так далее, и так далее, но она ставила мне банки. Зачем она это делала? Она думала, что она лечит, хотя был врач, да? В этом тоже проблема есть. То же самое сейчас со всеми детьми у меня были такого плана проблемы, да? То есть врач назначает 8 препаратов, думаешь, нахуй надо, это делаешь. Ну, они же не взаимодействуют, они же все места. То есть у врачей есть такая проблема, они вместо того, чтобы понять, болезнь опасна, или она сама пройдет, я два раза болел коронавирусом, два раза поправился сам, голова болела, съел парацетамол, не парацетамол, меня вылечил, просто я, если бы я не ел парацетамол, я бы точно так же выжил. Просто мне было, болело бы эти два дня, там, или три, или неделю, эта голова. Ну, потерпел бы, но ничего бы не произошло. Вот и все. Поэтому это важно. Болезнь может ли пройти? Вы должны после постановки диагноза понять, она нужна, требует лечения или нет. Если не требует, не надо лечить, потому что своим лечением вы ситуацию можете ухудшить. Ну, еще вот для примера, в зависимости от того, какой способ лечения выбирается, опять же, при болезни диска, да, то есть, зависит от того, какая степень дефицита, ну, при болезни диска первого типа, другие болезни дисков и другие типы, по-другому, другие прогнозы и другое все. То есть, если есть хирургическое лечение, то вероятность выздороветь просто в правый столбец, да, то есть, 95-70%, только если степень высокая и уже долго, то вероятность выздороветь 20%, вот, но еще те 30%, которые пойдут все равно, хотя и болевая чувствительность не восстановится. То есть, вот, эти таблицы все есть. То есть, вы можете сказать владельцу, что да, ваша собака и без хирургии может ходить. Вероятность, исходя из той статистики и того диагноза, который я поставил, болезни дисков первого типа, 5%. Вот и все. Вот, поэтому еще очень важным моментом является то, что мы точно не знаем, в какую группу пациент попадет. То есть, этот пациент, который, который мы проапфилировали с болезнью дисков первого типа, он попадет вот в эти 20%, да, с 5-й степень дефицита, либо в те 80%, которые, собственно говоря, тоже есть и тоже могут быть, но поэтому есть смысл просто лечить всех, тех, кто требует лечения. Вот. Ну, подытожим, хочу сказать, что-то. Как мы составляем прогноз? Первое. Осматриваем пациента, потому что вы хотите его лечить или его не лечить, но вы все равно должны на него составить о нем, о конкретном пациенте, какое-то свое мнение. Дальше. Потом ставим диагноз, потом узнаем статистику по данному заболеванию при лечении и без лечения и исходим из того, если статистика с лечением и без лечения одинаково, зачем лечить? Как шуточная, да, про насморк, что если лечишь, что 7 дней, если лечишь, что за неделю. То есть тут та же самая ситуация. То есть всегда оцените, а нужны ли вы там? Я многим владельцам об этом говорю. Вы идете по дороге, ударились коленкой о дерево, у вас болит коленка. Какой шанс, что у вас все пройдет самостоятельно? Ну процентов 100, наверное, если вы там порвали, не размножили, ничего не разрушили. Просто у вас ушиб сустава. То есть какая вероятность то, что вы сами поправились? Да, практически 100%. А зачем тогда лечить? зачем делать действия? Давать антибиотики, давать какие-то препараты, базить какой-то ерундой свою коленку. Я шел и ударился, я шел, строил свой дом, сам строил дом, упал со второго этажа, сломал себе руку. Что я делал? Я оценил. Пошел сделал рентген, болит рука, понятно, сломалась. Что надо сделать? Я понял, она сломалась. Что надо делать? Ничего. Потому что она сама срастется. она сама срослась. Вот и все. Ничего не надо делать. Но если есть какая-то другая проблема, более сложная, значит, надо оценить, пройдет болезнь сама или нет. Если она пройдет сама, зачем я ее буду лечить? Я понимаю, владельцам это очень сложно объяснить, потому что они насмотрелись телевизора, и там у них куча таких препаратов эссенциалей, гомовитов, травматинов и всякой фигни, и у них она это все в голове, с линексом еще сверху палитра. Да, сложно объяснить, но со временем они наоборот начинают приходить, потому что понимают, что им не будут назначать всякую лабуду ради того, чтобы просто сделать какое-то действие, и они начинают наоборот это оценивать. То есть пласт людей, которые это начинают понимать, он становится больше. Более того, у меня там ребенок ходит в центр медицинский, там они сумы только за доказательную медицину, нифига там не заказательную медицину, потому что 8 препаратов назначают, но зато врачу я скажу, а зачем ты это назначаешь? Зачем? Хрен его знает, да я просто терапевт, я ничего не понимаю, ну и назначаю, потому что я всегда это назначаю. Вот все, она так подумала, но половина убрала. Полик прогмазия третья причина, четвертая причина смерти у людей, то есть после сердечных, онкологические болезни, бла-бла-бла, то есть причина того, что люди умирают, потому что им врачи назначают много лекарств. Он такой, да, и мой сосед, Павлов Иван, да, он рядом со мной жил, только сто лет до меня, так вот он говорил, что если больше трех препаратов, значит врач ни хрена не соображает. Вот, это моя вольная интерпретация. Наверное, он так подумал, но написано сказал, что значит врач не понимает, что ничего. Вот, если больше трех препаратов, он точно ничего не понимает. Поэтому это очень важный момент. Оцениваем надо лечить или не надо лечить. Еще очень важный вопрос, у диагноза тоже есть срок давности, если так можно сказать, постоянный случай, что мы сделали год назад, и что нам теперь делать. Вы понимаете, что болезнь может развиваться, и сейчас может быть уже все по-другому. Но если говорить например об опухолях мозга, она приводит такие данные, что медиана выживаемости без лечения всего два месяца. Когда на заре вообще диагностики, к сожалению, большая часть пациентов, которые сделали МРТ, нашли опухоле головного мозга, просто не доезжали до операции. Потому что пока мы договорились с медиками, пока мы туда, пока сюда. Поэтому это очень важный момент, что у диагноза тоже есть срок давности. Поэтому лечить при части болезней это бесполезно. И для различения, что точность современных прогнозов на сегодня 95%, но на Питер это не распространяется. послезавтра 90%, а через месяц уже 20%. Поэтому здесь та же ситуация, потому что это развивающийся процесс. И ничего с этим не поделаешь. Это очень важно. наши спонсоры попросили сказать, есть такой хороший корм, финина, и так далее. Если есть вопросы, готов на них ответить. Есть вопросы? Ладно, а гарантии дать можете? Да, 100%. Есть еще у кого какие-нибудь вопросы? А что вопросы? Все понятно, будущего не знаем, а очень жаль. Ладно, может кто-то хочет просто пообщаться. Вопросы не по теме, сфотографироваться с Владимиром Валерьевичем. Ладно. Спасибо большое. Мы встретимся с вами в 14.30, то есть через 50 минут сейчас у нас обеденный перерыв. Следующая лекция в 14.30 очень интересная. Клинические осмотры и 100% если вы даже умеете проводить клинические осмотры.